Меня зовут Александр, я приехал из Житомира посетить ретрит. Очень рад тому, что будет происходить. Верю, что Бог будет являть очень сильные свои чудеса. За все Ему слава. Алло, алло. Правда, не замечательные технологии у нас есть? Но иногда мы попадаем в большие проблемы с технологиями. Потому что они ломаются очень легко. Меня попросили говорить первым. И обычно это называется как ледокол. Они думают, если я приехал из Финляндии, то я, значит, ледокол хороший могу быть. Я очень надеюсь, что ваш лед не очень толстый. И хорошего тепла достаточно здесь. И это хорошо. Поэтому я присяду. Сегодня я уже простоял пять часов. Проповедовал. И моя спина сейчас не в том состоянии, как должна быть. Так что побудьте со мной. Так, подошел стульчик. Первое, что я хотел бы с вами поделиться, почему я здесь? Для чего мы здесь собрались? Я думаю, что мы собрались здесь для того, чтобы встретиться с живущим Богом. Чтобы пережить Его присутствие. И Давид написал нам кое-что в Псалме 121. Псалм 122, verse 1. Первый стих это должен быть. It says a song of a sense of David. And it says, I was glad when they said, let us go into the house of the Lord. 121 Псалм, первый стих. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Другими словами, Давид говорит здесь, если вы получаете приглашение войти в дом, делайте это с радостью. Позвольте мне задать вам первый вопрос. Подпрыгнуло ли ваше сердце, когда вам предложили прийти в дом Господень? Стали ли вы похожи на кенгуру? Аминь! 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 Говорим аминь, аминь и прыгаем в дом Господень. Вот каким должно быть наше сердце. Он должно наполниться великой радостью наше сердце. Что у нас с вами есть эта возможность. Зная, что мы идем встретиться со всемогущим Богом. Что мы можем что-то принять от Него. Что Он может снарядить нас для дел Его Царства. И это должно заставлять наше сердце подпрыгивать от радости. В 25-м псалме. Это должен быть 8-й стих. Он говорит, «Адонай, я люблю дом, где Вы живете. Место, где Твоя благородка обидит». Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Я верю, что в течение этих дней мы будем переживать с вами славу Господа. Я молюсь о том, чтобы Его слава снизошла на это место. Чтобы мы не могли даже стоять в Его присутствии. Это вот так должно быть в Его доме. И Давид выражает это словами и говорит, «Я люблю этот дом, где Ты живешь. Мне нравится это жилище». Я люблю быть в Божьем присутствии. Мне нравится быть вместе с братьями и сестрами, которые радуются также в Нем. «И да, не всегда это дается нам легко». И я знаю это. И я понимаю это. Но также я знаю, что единственное место, где я могу принять силу, которая мне нужна, это только в присутствии Божьем. И мое сердце страстно тянется, желает этого присутствия Божьего. И обратимся к 26-му псалму. Псалм 27, verse 4. Четвертый стих. Только одного, говорит Царь Дарь. Только одного. Я просил у Господа. Только этого я ищу. Чтобы пребывать мне в Доме Господнем. Все дни жизни моей. Видеть красоту Бога, созерцать ее. И посещать храм Его. Я хочу, чтобы мы ожидали, и даже больше, я хочу, чтобы мы пытались достигать. И чтобы мы сказали это всем нашим сердцем и разумом. В течение этих дней. Это то, чего я хочу. Я хочу жить в этом доме. Где присутствие Божье находится. Где сильнейшая работа Божья делается. Где Вы обретете силу для каждой битвы, которую Вам придется пройти. Но искренне я молюсь не только за эти три дня ретрита. Но также я молюсь, чтобы это было нашим переживанием на каждый день нашей жизни. Чтобы мы могли пребывать с Ним. У нас с Вами есть эта привилегия. Это привилегия, которая была дана нам. Из-за того, что Иешуа совершил на кресте. И из-за того, что Он воскрес снова. Он дал нам возможность и способность входить в самую тронную комнату Господа. Мы можем приходить к Его трону. И как старцы в Откровении, мы можем поклониться перед Ним. И взывать Святый, Святый, Святый Господь Бог Всемогущий. Потому что так это и есть. Он живой Бог. Господь не мертв. Он очень даже жив. И Он желает жить в каждом из вас. Так же, как Он хочет жить во мне. Вы знаете, что это Его самое большое желание? Самое большое желание Господа — иметь возможность жить в каждом из вас. Чтобы быть способным снарядить вас. Наполнить вас, чтобы вы переполненные были. 22-й Псалом говорит, «Чаша моя преисполнена». Это то, что Он хочет дать нам. Чаша, которая наполнена и даже переполнена. И знаете, что происходит с чашей, когда она преисполнена? То, что из нее переливается, оно идет во всех направлениях. Оно не идет только в одну сторону. Но оно идет распространяться во всех направлениях. И если ваша чаша преисполнена, он прикоснется к каждому, кто вокруг вас. Мы должны достигать и мы должны принимать Его силу и Его власть. Когда Дэвид когда он сказал, «Давайте пойдем в Дом Господень», он знал, он знал, что он найдет там свою настоящую духовную семью. Вы — моя духовная семья. Мы можем разделять все вместе. Он также знал, что в том месте мы научимся больше о жизни. Когда мы слушаем в то время, когда кто-то с нами делится из Слова, мы познаем и учимся больше понимать, что означает жить в Его присутствии. Что означает жить для Него. Он также понял о том, что можно увидеть жизнь с другой стороны, что она может быть другой. Он знал, что там Он обретет силу для грядущих дней. Когда мы приходим перед Его лицом, Он укрепляет нас. Также мы видим здесь, что ничего будет держать Его от Его отношения с Богом, как Паратом. И в этом состоянии нет ничего, что могло бы удержать вас от взаимоотношений с Отцом. Мы часто должны проверять нашу жизнь. Есть ли в ней что-то, что мешает, препятствует нашим глубоким взаимоотношениям с Отцом? У нас должны быть правильные приоритеты. Ничего не должно нас отвлекать. Мы должны стремиться бежать к этим отношениям. Мы должны желать их. Мы должны позволить Ему захватить нас, обнять нас. Многие здесь знают о том, что я люблю обнимать людей. Я знаю, что это передает что-то. Не могу это сидя сделать, на секунду встану. Когда вы обнимаете кого-то, знаете, что происходит? Я пришел для вас. Знаете, что происходит? Что происходит? Ваши сердца касаются друг к другу. Наши сердца объединяются, и они начинают биться в унисон. И когда мы позволяем Богу обнимать нас, наши сердца, наше с Ним сердце касаются, мы прикасаемся к Его сердцу. И когда прикасаешься к Божьему сердцу, наше сердце начинает биться с Ним в унисон. И мы начинаем чувствовать то, что Он чувствует. И мы начинаем понимать, как Он желает возлюбить нас. Его любовь так велика, но это мы можем только пережить вместе. как мы можем распознать, какие у человека приоритеты? Потому что, как поступает человек, добровольно, по своей воле. И если вы что-либо совершаете добровольно, по своей воле, то у вас есть приоритеты. Если я должен привести вас на служение, значит, вы на самом деле не хотите там быть. И если вы на самом деле не хотите там быть, то вы на самом деле не примите, что Бог имеет для вас. И обратимся к Исае 40-й главе. И когда мы приходим к Его присутствию, когда мы в Его доме, есть кое-что, что мы должны совершить. И очень часто мы с вами заняты. Нам обязательно с кем-то надо поговорить, решить какие-то вопросы. И с этим нет ничего неправильного. но есть кое-что гораздо важнее, что мы должны совершить. Исайя 40-й главе 31-й говорит, не утомятся. Здесь вот слово, услышьте слово Господа. Ожидайте от Него. И вы получите инструкции. Иногда мы так заняты со своими личными делами. Я часто говорю это, что Бог знал проблему, когда Он создавал нас. Он дал нам всего одни уста и два уха. Потому что для нас иногда очень сложно подождать. и на самом деле я не встречал никого, кто реально любил бы ожидание и любил ждать. Особенно если вы сидите в приемной у дентиста. И вы слышите, как у стоматолога работает эта машинка. и вы знаете, что скоро ожидает ваша очередь. Я был рожден в Англии. И англичане любят кое-что делать. Загадка, да? If you go to England, it's still the same. They stand in this queue waiting to go into the shop or on the bus or... Queue? Queue. 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 Окей, это очередь. Queue. You stand in line. Line. Это очередь. Хорошо. В Англии до сих пор можно столкнуться, увидеть это, чего бы ты ни ждал, в магазине, в автобусе. Everybody thinks the English like this. И это то, что, по-моему, англичанам нравится. Но это неправда. Okay? If you go and walk past that line, you will hear them. I have to wait another half hour, in this place, 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 you will hear it. стоять в этой очереди, сколько можно здесь стоять и проводить времени. Но они стоят. Но ожидание от Господа и Господа гораздо более важное и замечательное. И мы знаем, что если мы будем делать так, ожидать Его, то мы примем от Него. Мы примем силу. Мы получим крылья, чтобы летать. Мы будем способны бежать. Мы будем способны ходить. взаимоотношения. Вот о чем это все. Это о наших с Ним взаимоотношениях. И взаимоотношения включают, что иногда приходится ждать друг друга. В моей личной семье, в моих взаимоотношениях с супругой, мы отличаемся от других пар. Многие пары, если они говорят, что мы собираемся куда-то, мужчина ожидает свою супругу. Обычно в нашей семье все наоборот. Жена меня ждет. И Лиза его жена всегда спрашивает, что ты там так долго собираешься? Но когда мы ожидаем Его, когда мы работаем над этими взаимоотношениями с Богом, мы поймем очень одну важную вещь. Взаимоотношения с Богом здесь не описаны как индивидуальные события, действия. И да, у нас у каждого есть свои личные взаимоотношения с Богом. Но здесь описано, что мы приходим все вместе. И если мы принадлежим телу Мессии, мы не живем в изоляции. Мы часть чего-то гораздо большего. И это просто фантастически. Многогранная мудрость Божья. Бог создал нас такими разными, такими красиво удивительными, уникальными. и все еще мы можем собраться вместе и стать одним целым. И наша вера в Господа, она не только наше личное внутреннее переживание. Она должна проживаться в общине, в обществе. И Ефесянам обратимся к четвертой главе с четвертого по шестой стих. Ефесянам 4, 4, 6. Одно тело и один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Что это означает? Мое тело оно должно быть доступным для другой части, для других составляющих тела Мессии. Мы должны быть доступны друг для друга, и тогда это будет работать вместе. Есть две вещи в этом мире, которые вы не можете делать в одиночестве. Одна из них это вступить в брак, а другая быть верующим. Это только две вещи, которые вы не можете в одиночку делать в этом мире. Мы приходим вместе, чтобы быть во взаимоотношениях друг с другом. И первая Петра четвертая глава, десятый стих говорит нам, служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Господь дал нам вещи, снарядил нас, которые мы можем использовать в теле. Тогда, когда мы приходим вместе, когда мы поклоняемся, когда мы ищем Его лица, когда мы склоняемся перед Ним, когда мы позволяем Ему прикоснуться к нам, Господь наблюдает и Он находится в аудитории с вами. Он смотрит вниз на нас. И когда мы общаемся друг с другом в единстве, тела, это не значит подобие, что мы должны быть одинаковыми друг на друга похожи. Единство — это то, что мы выбираем. Подобие мы выбираем, а единство — это то, что мы принимаем решение выбрать, а подобие — оно просто естественно копируется друг на друга. С одной стороны, пример можно привести китайцев. Они думают, что они такой объединенный единый народ. Все живут в одинаковых домах. У них в всех одинаковые велосипеды. Они носят примерно одинаковую одежду. Это подобие. Это не единство. Бог хочет нам объединение. Да, мы можем быть различными друг от друга. Но в этих различиях мы выбираем быть в единстве. Мы не позволяем этим различиям разъединять нас. К сожалению, это слишком часто происходит. И это очень печально. Но Бог хочет, чтобы мы были объединены и использовали те дары, которыми Он нас снарядил. и часто нам надо спросить не что я могу принять, а что я могу дать. И есть много различных путей, когда мы можем надеяться друг на друга, помогать друг другу. И надеюсь, что в эти дни мы сможем углубиться и понять, как мы можем полагаться друг на другу. Как мы можем разделять дары, которые Бог дал нам. И в древнем Израиле Иерусалим был единственным местом для поклонения. Сегодня это может происходить в множествах локальных местах, но мы все еще составляем часть одного тела, и мы должны позволить этому работать в нас. Иерусалим is described in Psalm 122 verse 3 as a city closely compacted together. И в Псалме у нас это 121 which verse? 122 verse 3. Третий стих 121 Псалма. Иерусалим устроенный как город слитый в одно. В Иерусалиме 12 колен приходили вместе и были в единстве. И город это гораздо больше, чем просто архитектура. Это были люди, которые жили вместе, жили в единстве. Они разделяли что-то вместе. Они помогали друг другу. К сожалению, на сегодняшний день очень мало этого осталось вокруг. Я в Финляндии живу в маленькой деревне. где каждый знает каждого всех. И это имеет хорошие стороны и плохие стороны. Я не знаю всех в деревне, но абсолютно все знают меня. Потому что я единственный англичанин в деревне, и все друг другу рассказали. И знаете, да, как испортенный телефон работает? Все знают. Когда я еду сквозь деревню по улицам, многие машут мне рукой. Но также у них еще в деревне остался вот это чувство общности, чувство принадлежности. и если что-то происходит, все знают и могут помочь. Это то, как должно работать. Это то, как должно тело Мессии функционировать. И церковь это не здание, это люди находящиеся внутри. И наше единство достигается богато нашими разнообразиями. И здесь мы собрались для того, чтобы сломить барьеры между нами. Не построить их. Мы здесь для того, чтобы их сокрушить. Чтобы мы могли полагаться друг на друга. Барьеры в атмосфере. Барьеры в атмосфере. Должно быть безусловное принятие. Мы так хороши в том, чтобы строить условия, как мы будем друг друга принимать. Мы должны прекратить это делать. Бог любит тебя. Бог любит меня. Если он любит меня, и если он любит тебя, я тоже тебя должен любить. Это путь, как это работает. Это Божий путь. Преображение в разуме должно произойти. царь Давид описал архитектуру города с умыслом. У него была цель. И очень путь. И в этом же псалме там написано о том, что каждый камень одинаково подходит друг к другу. И они вместе гармоничную картину создают Иерусалима. И мне нравится это слово гармония. Если бы я стоял за клавишами, если бы я начал играть, не было бы хорошей гармонии. Но если бы кто-то из музыкантов сел за клавишу, они бы начали произвести замечательные звуки. И все соединяется вместе. Гитаристы, певцы, инструменты, и становятся единым целым. Они все разные. И каждый, кто играет на инструментах, у них у всех разные характеры. И характеры иногда выражаются через инструменты. Особенно те, кто сидит за барабанами. Но они работают вместе. Но они работают вместе. Бог хочет объединить нас вместе, чтобы мы могли с вами производить чудесную гармонию. И эта гармония должна быть здесь, в этом месте. И это единственное место, куда мы с вами должны бежать, когда мы чувствуем, что все остальное в нашей жизни распадается на части. Это то, как это должно быть. И я помню много раз в моей жизни, когда у меня были крайне сложные обстоятельства. не могу проходить с вами через все детали, но в моем служении, в том, как я поднимал церкви, у меня были очень тяжелые периоды. И я помню, однажды я пришел на собрание, и я должен признаться, я абсолютно не хотел там находиться. мое сердце было наполнено печалью. Я сел на первый ряд, и просто начал плакать. И один брат стал позади меня, положил свою руку мне на плечо, и просто начал молиться. И внезапно я почувствовал, что Дух Святой сошел. со своим утешением, со своей помощью. Тело работает в гармонии, которую мы должны сами производить. И без взаимоотношений что-то упускается. Мы незаконченные, мы неполные. Незаконченные. мы собираемся вместе в этой гармонии, мы можем найти направление, нашу цель для нашего с вами путешествия. вера. Кто-то сказал, что вера это палочка, чтобы ты опирался на нее. Что-то для слабых людей, которые не могут сами в своей жизни что-то сделать. моя вера в Божьем Слове. И единственный плюс от вот этой палочки это что она тебя предотвращает от падения. И было много раз, когда на собраниях я проходил, обретая эту силу, проходил сквозь тяжелые периоды в жизни. И мы можем поддерживать и помогать друг другу. И в четвертом стихе 121 Псалма говорит, что там будут славить имя Господне. Праза это неправильная ответственно к Господнюю. Неправильная. Это неправильная ответственно к Господнюю. И хвала это хороший ответ на приход Бога. И часто мы не чувствуем себя, что мы воздаем хвалу Богу. Наши эмоции часто подводят нас. Но хвала хвала. Это хвала это то, что вы должны делать из принять решение и хвалить Бога. Это ваша воля, решение. Если я посмотрю в Писании, хвала это не только выбор. Это то, что мы обязаны делать. Бог жаждет нашей хвалы и поклонения. Он хочет слышать наши голоса, которые поднимаются и воздают Ему славу. И иногда нам надо учиться дисциплинировать самих себя. И когда мы собираемся вместе, это также время, где нас могут исправлять. И Писание говорит о том, что железо об железо точится. И иногда наше притирание друг к другу не выглядит мило, но это может выработать что-то в наших жизнях. Община это место, где вы можете найти прощения. Это место, где вы можете принять это прощение. Это не место, где вы можете разрушать друг друга. Это место, где вы можете получить исправление и направление. и абсолютно каждая община должна быть местом исцеления. Господь хочет исцелять нас. И на первом месте Он хочет исцелить нашу внутренность. исцеление. Знаете, это очень известное местописание Висайя. Что Господь помазал меня освобождать, выводить на свободу, исцелять больных. И знаете, что в этом отрывке Писания нигде не говорится о физическом исцелении. там говорится о внутреннем исцелении, в котором у нас есть нужда. И это мы можем найти тогда, когда приходим перед Его трон. Грех это проблема. Но вот за что и умер Ишуа. Чтобы освободить нас. Грех разделял нас от Бога. Но Ишуа построил этот мост жизни. Мы должны молиться друг за друга. Чтобы обитать с Господом, чтобы обитать в общении. Позволить Богу построить Свой дом в наших сердцах. и собрать нас всех вместе и все вместе. Есть слова в старой песне. Жить, обитать в вышине со святыми. Это будет возносить славу. обитать внизу. Это другая история. Мы находим это очень сложным совершить туда, обитать там. Но Бог поможет нам. в 121 Псалом возвращаемся. Царь Давид говорит вот что. Восьмой стих говорит нам, ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Мы должны просить Бога, чтобы Он наполнял нас своим миром. Мое присутствие говорит людям о том, что это важно находиться там. Однажды мы будем на небесах, мы будем с Ним в небесном Иерусалиме, где восседает живущий Бог, живой. И Откровение описывает нам Новый Иерусалим как совершенное исполнение исполнение. Когда мы перестаем поклоняться Богу, мы перестаем поклоняться чему-либо всему, тогда мы начинаем поклоняться всему. Это тяжелый это может переводить. Хорошо. Вы перестаете поклоняться Богу, вы начинаете поклоняться всему подряд. И часто в Англии есть вот эти утренние собрания поклонения. И если вы идете вдоль улицы, вы видите, что это происходит. Мужчины снаружи процесс поклонения происходит у мужчин в Англии. Они все моют воскресенье утром своей машины. Они поклоняются тому, что любят, к чему прилеплены. А мы должны быть этой гармонией, которая прикоснется к сердцам в мире. Почему мы собираемся вместе? Мы несовершенны, но через наши взаимоотношения с Отцом мы можем быть объединены. радоваться радоваться праздновать Бога. Праздновать то, что Он может жить в нас. Может быть, нам придется прийти и в чем-то исповедоваться. Нам необходимо всегда помнить, что Господь совершил. Приходить вместе. Мы можем напоминать друг другу о величии Божьем. И мы можем учиться из Его Слова превыше всего другого. Его Слово может вести и направлять нас. Отец, я благодарю Тебя за Твою милость. Спасибо, Господь, что мы можем праздновать вместе. Спасибо, что у нас есть это время, чтобы собрались вместе, чтобы воздать Тебе честь и хвалу. что Ты можешь прикоснуться к нашим сердцам, что Ты можешь укрепить нас, и мы можем помогать друг другу. Мы можем молиться друг за друга. Отец, Господь, дай нам Твое сердце и открой наши, чтобы принимать от Тебя. И пусть Твоя слава, Твоя хвала хвала Тебе в наших устах будет и в наших сердцах. Во имя Ишуа. Аминь.